Суть моей работы заключается в разработке алгоритма отделения, в общем, программного кода, исходников, образцов, обычного текста в документах, ну, например, там, лабораторных работах и так далее. А для чего это нужно? Ну, для последующей проверки на пути. В настоящее время в связи с востребованием специальности программиста, ну, то есть на все востребовании, востребовании возникает, ну, обостряется проблема поиска прокиата и, ну, как бы, его обнаружения. И, скорее всего, в ближайшее время это будет только расти, потому что у нас везде IT внедряется во все области, естественно, программисты все больше и больше. Следующий с вами. Ну, вот я с коллегами работаю над созданием актуальтного сервиса, в котором, ну, кроме других функций, будет еще функция, как бы, электронного документа оборота. Ну, речь идет именно о обмене между преподавателем и, там, студентом, или каким-то, там, например, репетитором, там, и его обучающимся и так далее, каким-то отчетами, ну, там, курсовые, лабораторные работы и тому подобное. Ну, и если речь идет о, ну, специальности типа ВТ и так далее, где могут содержаться код, ну, то есть, например, программирование, да, то есть там будет, скорее, ну, вот, пример, например, содержится там некое, там, описание и потом идет код, ну, как это обычно бывает. И, то есть, если мы возьмем существующий алгоритм, например, поиска благиата в обычном тексте, ну, просто в текстовом документе, то он будет плохо с этим работать, потому что, ну, то есть, ну, с программным кодом такие алгоритмы работают плохо. А если есть специальные алгоритмы, разработанные для пользователя пакета в программном коде, они, соответственно, запутаются из-за прочего текста. И было принято решение, ну, написать алгоритм, который бы выделил программный код из этого документа, ну, и потом отправить на какой-то из существующих алгоритмов. Значит, существует, ну, в принципе, тут есть два подхода. Первый подход – это искать обычный текст и его выгидовать, когда останется код. Или искать код, ну, соответственно, ну, с помощью метода шаблонов, то есть каких-то, и его, ну, в принципе, выделяют. Следующий слайд. Значит, ну, первый, да, если поиск кода по шаблону. Тут какие могут быть проблемы? Ну, шаблоны можно написать только для ограниченного числа языков. Ну, понятно, да, то есть, как бы, особенно если взять там ОУП и не ОУП языки и так далее, у них могут очень сильно отличаться, то есть очень сложно, если невозможно написать под единый шаблон, по которому просто знать любой язык. Поэтому, ну, то есть, ну, то есть, ну, в любом случае будет какое-то ограниченное число. Второе – это ресурсоемкость алгоритма, то есть, вот, есть, например, среди методов поиска багиата именно в программном ходе, есть, например, метод деревьев, который там выстроит всю структуру этого хода и так далее. Это считается очень ресурсоемким алгоритмом, то есть, ну, это вторая проблема. Ну, и еще одна такая вытекающая проблема – это то, что, например, мы написали несколько шаблонов разным языкам, и, как бы, этот код, как вы видите, он может совпасть этот с несколькими. Ну, то есть, много есть, похоже, сколько, например, там, C-шарпы, Ярбы, там, ну, и так далее. То есть, и, как бы, у них может быть, то есть, например, один алгоритм распознал 90% из этого куска, а другой, там, ну, 100, ну, это в хорошем случае. То есть, как бы, непонятно, какой из них взять, особенно, если это автоматизировано должно происходить. А второй метод – поиск обычного текста. Ну, тут такие простые проблемы, в смысле, очевидные. Это код может быть похож на обычный текст, особенно, если это касается, например, 1С, на русском, там, вообще код, или, там, есть, там, Apple Script, который, вообще, там, практически, как на английском тексте идет, очень сложное предвидение. Ну, алгоритм может подумать, что это обычный код и выкидит. Комментарии в коде, особенно многострочные, ну, они, как бы, даже просто, ну, и пишут тексты, все описывают. Но, с другой стороны, если этот многострочный комментарий, он, в принципе, нам и не нужен для определения багиата. А вот если это комментарии именно, вот, в конце строки с кодом, и если он определится, как обычный текст, есть, наверное, вероятность в алгоритме, что он может всю эту строку убрать. Ну, то есть, это, наверное, тоже с этим нужно, как бы, это взять внимание. Ну, и, конечно, не все тот код, что не текст. То есть, мы взяли наш текст, как бы, выкинули его, а там могут быть какие-то, не знаю, линии, какие-нибудь еще там символы, картинки и прочее. Какой-то, ну, с точки зрения кода мусор, который может, обычно, в какой-то пользовательный тест, не взяться. Ну, в общем-то, как бы, в рамках этой работы будут реализованы, скорее всего, оба метода, и, ну, то есть, у нас сравнение, какой-нибудь эффективней. Ну, и, естественно, эти недостатки стараюсь устранить. Ну, а критерием лучшего инвертата будет точность удовлетворения. В данном случае, как бы, ресурсоемкость для конкретной задачи не имеет такого большого значения, ну, разумных пределов. Поэтому, в основном, это точность. В принципе, все. Задачи понятны, проблемы понятны, непонятны. Какие последствия, последствия? Видимо, конкретный объект. Я не особо, вот, я вижу, что задачи просто гранатской очень сложно. Есть какие-то работы? Да, есть сходы, во-первых, к языку программирования просто... А, ну, хорошо, то есть, проблема именно с шаблонами. Ну, тут будет она решена довольно-таки, скорее всего, банальным способом. Это будут, ну, проанализируя, какие в образовательных учреждениях самые популярные используются языки, там, ну, штук 10, наверное, да, и, в принципе, по ним шаблоны сделают. Потом, в принципе, можно будет наращивать, ну, то есть, как бы, решение задачи лоб. Погоди, а шаблоны... Ну, это некие будут, как бы, вот, регулярные выражения? Ну, да, примерно, может быть, там не только, но примерно, да. То есть, например, мы там, в C++ у нас есть шаблон, то есть, мы там ищем какие-нибудь там фор, там, лифы, там, какие-то скобки фигурные и так далее, и определенные там смотрим контексты, чтобы они там соответствовали и так далее. Ну, в таком стиле. Оба способа скомбинированно предполагается использовать или... Нет, я сказал то, что выберу, какой из них более точно, то есть, оба используют в смысле... Ну, только для большей точности, но, скорее всего, будет у шейфов ресурсы затратно, если оба используются и используются. А, что значит ресурсы затратно? Ну, процессорное время будет помогать. То есть, если мы... Предположение на каком порядке времени идет? Ну, пока я не могу... Ну, допустим, 100 строк ввода чисто, сколько это на литовое время? Ну, это же, что зависит от себя бюро. А, то есть, настолько ресурсы емкие процессы? Нет, ну... Как бы, учитывая, что, ну, на перспективу, как бы, литовое время, то там может быть далеко не 100 строк ввода, ну, то есть, много документов, как бы, юзеры посылают, посылают, там, много ли, сколько там они могут, да, 1, 1, 1. Понятно. Хотя бы в двух словах, как идет анализ самого кода? Например, не будет ли таких сложностей, как слишком простые задачи и сами решают только одним способом? И получается все 100% плакеат? Я, наверное, сказал, что сама задача поиска плакеата не входит в рамку математической работы. У меня задача выбрать этот код и отправить уже на один из существующих логарифов, который я не буду трогать, как бы. То есть, просто я объяснил, для чего это нужно, то, что для обоиска плакеата, но сам плакеат, я здесь ничего, я еще код. А там уже будет существующий алгоритм отправлен в какой-нибудь, там, выберу какой-то существующий. И там у них уже свои проценты, скорее всего, будет точность определяться и так далее. Но это уже не в рамках магистрских. А ты как бы делаешь задачи? Что? Кто-то заказал эту работу? Ну, мы сами все заказали, ну, мы пишем и сервис, вот, с персонами, и, как бы, то есть, там будет образовательный сервис, там будет много разных функционалов, и вот, опять же, не будет. Просто вот из слова оплаты стало впечатление, что кто-то сознательным образом будет скрывать программный пункт, не как киевский пункт. А ты делаешь какие-то сложные мероприятия, которые пусть будет? Не скрывать, а будет уже обыкновенный отчет, лабораторная работа курсовой, то есть, чтобы не заставлять пользователей, там, этот код выделяя, там, в архиве как-то посылать, или еще что-то, чтобы, то есть, можно было упростить. То есть, раз и отчет, и он автоматически оттуда и код выберет. Но отчет имеет определенный формат, который свежет раздел, где именно сференцовый. Ну, это в лучшем случае, но на самом деле... Нет, это не в лучшем случае. Любая работа, она имеет определенный стиль своего на описание. Ну, это хорошо, если его соблюдают, но в реальности я, вот, за пять лет видел, что очень много раз это не соблюдается. Особенно, если это будет в электронном виде. Просто можно не принимать эти работы. Ну, это уже ограничение. В этом стиле написано, как ограничение. Это же не какой-то официальный государственный сервис, или что-то в этом роде, так что, как бы, это же просто... То есть, это же не будет устраиваться в университеты, прям, на официальном уровне. Это просто общий сервис, который будет доступен всем желающим, в принципе. Хорошо. Какие-то ограничения накладываются на сам документ? Нет. Тем более, это может быть общительный рекон, там, и так далее. То есть, как бы, в данном случае, это не будет, идет, если угодить, а вот от того, что какие-то ограничения, и так далее, это уже... Ну, возможно, там, я, как бы, мы это еще не рассматривали, возможно, там, в перспективе можно будет какие-то правила задавать, ну, на уровне, как давать... Нет, я не... Нет ли ограничений изначально? Алгоритм не будет работать, если, допустим, что-то не так. Ну, в принципе, нет, можно, конечно, сначала подумать, то, что формат документа, но я думаю, что этот алгоритм не касается, то есть, это касается того, что подаст этот текст, этот алгоритм... Понятно, как это воспринимать? Ну, а так нет? Явных нет. Может быть, и подводный камень подошел, но вроде пока явных нет. То есть, это, это работа позволяет из любого текста, произвольного, сказать, после его анализа, содержит там программный код, или нет? Ну, да, если, конечно, речь не идет об одной строчке кода, там, скорее всего, с этим потрудности, но тут, как бы, смысл его искать на багиатах, а ты считаешь, что в одной строчке кода не может быть у я? Ну, там где-то... На оси можно написать очень компактную программу, или в одну строчку кода. Она будет неудобно читаемая, но она может содержать какую-то полезную реализацию. Мне не очень понятно, зачем это нужно делать. Ну, как еще нужно, чтобы не отделять код от текста вручной, то есть, не создавать такой трудности? Все же идет на упрощение, это должен делать компьютер, а не человек. Да нет, то есть, мы смогли выпустить через этот фильтр, получить файл формата синтеприи, да? И цель берет его, потом дальше, и с полу. Ну, например. Хотя, как бы, это не цель, но, да. А на идеале, какая это? Какой результат? В идеале, результат, я же говорю, то есть, это... Это обратная какая-то работа, нам еще пишут код, ну, да, потом в один вставляют вот такой документ, правильно. Да, но, это как бы, вот, например, хорошо, такой сценарий, вот студент-программист, пишет программу, ну, там, домашнюю работу, написал он ее, написал отчет, туда вставил код, и, ну, допустим, он пользуется этой системой, его преддаватель тоже пользуется этой системой, он должен, если, как бы, без этого, и чтобы все равно проверялся на пагиа, тогда он должен отправить и отчет, и этот код. А вот есть, есть стандарт, есть ПД, управление программой документации, слышал кто? Да. Есть определенные правила оформления программных документов, там, в приложении выкладываете свой код, отдельно, с козаполкового. Ну, это в официальный код, не так? Вот, ну, я так понял, то есть, будет, допустим, какой-то предмет, будет передаваться куча лабораторных работ, не так по-простому, из этих лабораторных работ просто будет выбираться те, которые похожи, и потом будут передаваться на сервис, как раз, которые будут проверять код ядов, именно, как я понял, да? Лабораторные работы оформлены определенным образом. Но определенным образом они могут, что-то, содержать различные работы. Какой формат зависит от того? Нет, дело в том, что в этой работе он только отделяет программный код, как бы, как и был, прочее, от текстов. Правильно? Здесь непонятно, что считать программным кодом. Он сказал, что вписки, это не одна строчка. Можно привести пример программ, которая написана, ну, нет, ну, хорошо, может, я обоглючился, может, одну строчку туда поставить, если это такой острый вопрос, как бы, но просто мне казалось, что одна строчка не имеет такого, сильного желания поверить. История, как процедура. Ну, почему? Я начал писать программу, я, например, написал коротенькую процедуру. Потом, среду меня текст какой-то, поясняющий. И дальше я следующий, следующий кусок программы привал. Да, вот... Скажем, книжка Феногенова, помнишь, она именно так и написана. такие случаи, вот, там нет ни одной законченной программы, там есть вполне отдельные куски, которые... Да, если может считаться лужием, и все, если речь идет, только полной программе, то есть, опускали, тоже это. То есть, и в этом, как раз, и кристы, то есть, она по форме, там, и тут, например, допустим, лабораторный работод, где-то, задача, объяснение, и корм. А если, как-то, огромная курсовая, где, действительно, номер сопротивления и кода разные? В курсовой работе под прикладываться приложение. Курсовые дипломы и проекты оформляются определенным образом, жестко спортизируются. Глаз Александрович сидит, смотрит, проверяет соответствующие господи, если он скажет, сделан неправильно, проведение, проведено в конце работы, предложение, в начале, он вам заставит переделывать. Это неправильно, какие работы вы должны приниматься. Мы же в идеальном мире же. Предположим, что у нас есть коммерческие вузы, которые вообще на это особо не застряли. то есть есть некие люди, которые скрывают свой программный кок, непонятно, зачем Сергей обычно ответит. Средишь программу, которая позволяет... Ну, не скрывают, а группы пляров, просто берут у коллеги, студентов другого и все, копируют себе. И куда-то вставляют, он писал, допустим, перебил с сихотворением Пушкина, а потом решил переписать еще программный кок. И так звалась она Татьяна. Привет, нет. Ну, дальше. Я не понимаю, зачем это нужно. Кстати, а вот он должен строго соответствовать? Он должен строго соответствовать тому шаблоту? Или предполагается какое-нибудь процентное отношение к соответствии? Потому что кто-то может, допустим, просто вставить посреди цикла кокорб. Ну, преподавателю сказать, а не знаю, извините. Ну да, опечатка. Правильно. А в итоге получится, что-нибудь? Правильно. Я думаю, что это состройки за нас. Нет, если идет произвольный текст, вот мы о том же поговорим, чего иначе. Люди скрывают свой код среди обычных слов. Вот он сказал, это же просто произвольный текст, он не компилированный. Страница не открылый текст. И ты должен из него вычленить программу. На одной странице он написал «Подключи другая хейка», на другой странице подбил переменные, на третьей странице написал пару функций, перемежая, это будет интересно. Ну, это не проблема. Ну, в смысле, это решаемо. Я же говорю, тут будет поиск идти не какой-то целостной логической программы, а просто именно узнавание, можно сказать, синтексис и какого-то. То есть, кто-то скрыл свой вход, зашифровал среди обычных текстов, можно его собрать. «Подключи» чтобы поверить на заимствование. «Туссовой» не нужно проверять на заимствование. «Туссоват» или «Туссоват» по правилам «Туссоват» отправляется с приложением в конце «Туссоват». Это уже написано. А в диплом «Туссоват» нужно написать. А если диплом написан хаотически, то заимствование проверять в смысле нет. Это «Бяк» по определению. Человек, который делает что-то дельное и пытается сказать, чтобы сделать что-то дельное, все, в принципе, отправит черт и правиль. В коммерческом вузе, где даже господь не придерживается ничего хорошего не будет определить. Там даже смысла нет для ухода каких-то заимствований. То есть, мне цель, мне цель не надо. поиск плагиатов текста рискован будет понятно. Вычленять отдельно программный корт из некого романа, так говоря, это страна. А формат ваших документов какой? То есть, по поводу документов? Ну вот, вы организируете документы, какие форматы можно? Ну, я же в этом сказал, что самому корритму на вход идет просто текст. А вот, что ему подает, то уже будет разный формат. А что значит просто текст? Ну, это же, по сути, программа будет, ну, какая-то, не знаю, биотека, и все что-то. И ему, то есть, будет просто, как бы, уже, ну, ты курсовую пишешь в каком формате? Вот я хочу проверить на круге, я курсовую. Нет, я же говорю, то есть, там, распринимать 2x и всякие вот, это будет какой-то другой модуль, который из-за любых форматов сделал просто текст. Что за... Сделай мне из лордовского файла, содержащего сложное форматирование, просто текст. И потом найти нераспознательное. Ну, сделай. Не сделай. Вот чего. В принципе, то есть, есть какие-то сложные, там, картинки и так далее, но и хорошо, что я их не распознаю, где они нужны. Мне же нужен не только текст. Ты в том, в этом случае, и код можешь нераспознать. Тогда у тебя стоит другая задача. У тебя есть сложное форматирование в лорте того же, того же исходного кода, тебе нужно преобразовать его просто в текст. си-фа. Правильно? Кто-то с ним работает или нет. Ну, по сути, да. Тогда вот такая задача стоит. Тебя же спрашивают, у тебя на выходе должен быть си-фа, которым я можно откомпилировать. Ты на выходе получишь какой-то набор символов какой-то кодировки. Тебе нужно еще из этого вычинить си-фа. То есть, это же другая задача, которую ты отмахиваешься. для образования форматов не входит в вашу работа? Так? Как вы знаете? Ну, в принципе, нет. Хотя, это и будет, но, как бы, именно в самом работе это, так сказать, не будет. Оно, как бы, реализовывать, естественно, все равно придется. Нет, так будет или не будет? Кто это делает? Да, в смысле, я это делаю. для вызывания форматов. Да. Так, тогда следующий вопрос. Значит, вот студенты, бывает, просто программу свою помещают как рисунок. Ну, я ждал этого вопроса. Да. Ну, опять же, ведь, что надо уж так говорить, это тоже не по ГОСТу, в принципе. Почему? По ГОСТу? Это именно по ГОСТу. если ты не хочешь связываться с рисованием блок-схемы алгоритма, ты можешь его реализовать как угодно, скажем, в виде псевдокода, но при этом ты оформляешь, прописываешь. Рисунок такой? Ну, в принципе... И потом, если ты занимаешься плагиатом, и ты хочешь обойти твою программу, можно пойти на ухищение, вот составить рисунок. Хорошо, ну, в принципе, конечно же, они по алгоритму распознаванию образов сам, зарабатывать не буду, а вот зарабатывать здесь все можно использовать. То есть, есть же разные алгоритмы по чему роботитекта и изображения. разъясняется. Ну, только возьмите это на себя или не возьмите. Так, вот, какой задачи? Ну, пока расширит, а задача, наверное, да. Почему расширит? Основная задача, без которой все это вообще теряется. Ну, много этого будет по объему. Сколько у вас шаблонов, а еще и преобразование форматов. Пожалуйста. все подознавание картина. Да, это уже содержит. Почему? Как ли надо это сузить, мне кажется? есть более простые способы решения этих проблем. Один я тебе сказал, обязать всех предоставлять документы вот ребенок можно автоматом собрать исходный код вместе с поиском и вычетом обрабатывать на поиске, например, поиск предъявленных. То есть все это делается автоматически. Исходный код нужно ввести на замзак. И не нужно никакого специального преобразования в текст. Ну, обязать текст, это тоже, конечно, обраничение. Да, как и нам сказали, это что, для них есть, когда они не имеют? Пользоваться резервизор, когда им указаны. Что значит не пользователь? Ты не пользователь, выборющийся студент. Ну, это же, говорю, это нефтябрь. А если ты говоришь о том, что ты ищешь плагиат вообще в произвольной специалии, то эта задача объемная, практически нерешаемая, по-моему, универсальная документе, содержащим рисунки или текст разного формата, взрывать программу, она разбивается на несколько задач. А какие-то готовые уже есть? Шаблоны? То есть, что-то уже есть было рабочее? В смысле, не мной стилон? Нет, не мной. То есть, какие-то, скажешь, какие-то подготовленные какие-то уже шаблоны, да? Ну, шаблоны, что-то уже есть, что, можно, как результаты, что-то уже умеет. На сегодняшний день пока еще есть как результаты. А не попадались уже похожие системы реализованы? Нет, в основном вот отдельно ищут либо в коде там, либо в тексте, а чтобы вот такая задача... Нет, именно выделение. Задача выделения кода. Я бы не нашел. Нет, не попадалось. А вот сами вот эти методы откуда они имеют? То есть, есть какие-то уже там научные, искальные, какие-то были? То есть, не готовы решения, а ты мне описание этого метода? Нет, я же говорю, что я, в принципе, ничего не нашел. То есть, ты все, сам эти методы лично твои предметы придумал. Ну, в принципе, да. Нет, как бы, в принципе, вот поиск кода по шаблону я думаю, что это можно попробовать? но это да. Нет, имеется в виду, именно сама такая задача, выделять то-то-то и проблемы, то есть, ты сам это все сделал. Ну, то есть, так-то вот, я говорю, частично, то есть, поиск кода, с одной стороны, в принципе, компилятор, это каким-то образом реализовано, но они же анализируют, правда, там слишком сложно, потому что, ну, слишком безусловный объем, потому что они прям досконально, что-то, ну, то есть, в принципе, какие-то обгоноски, да, можно найти, ну, прям, что-ли, так, нет, денег, А что, они больше, не больше, не больше.